Жил мальчик, никого, как говорится, не трогал. Закончил школу, работал слесарем. Вот попробуйте догадаться из того, что я расскажу, кто это такой. Работал слесарем, потом ушел в армию. Там был сначала рядовым, потом сержантом, потом старшиной, и не где-нибудь под Москвой, в СССР. Именно в тайге он был этим. Но потом вернулся сюда, кем только не работал. Он работал полотером, редактором, он работал корректором, он работал комендантом горвоенкомата. Вы можете себе представить? Ну как, догадались, кто это? Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. А самое главное, кем я мог еще стать с таким голосом, с такой фамилией? Комендантом горвоенкомата я работал 10 дней. У нас в роте служили близнецы. Иван и Василий. Я говорю Ивану, хочешь в отсказку поехать? Он говорит, а как? Я говорю, кросс будет, прибежишь первым и поедешь. Он говорит, я ногу натер. Я говорю, да хоть мозги. Ты же не побежишь, ты спрячешься в кустах у финиша, а стартовать будет твой брат. Ну и Иван спрятался, а потом выскочил из кустов и прибежал первым. Командир рот посмотрел, нечислик, это мировой рекорд. Полковник говорит, да если бы нам платили больше, мы бы космически поставили. А генерал пожал Ивану руку и сказал, награждайтесь отпуском на родину. Сел в машину, приехал в штабу, а ему навстречу Василий идет. Генерал говорит, что вы здесь делаете? Вася говорит, я ничего не делал, я в крови участвовал. Генерал говорит, я знаю. А здесь как оказались? Вася говорит, пришел. Генерал говорит, этого не может быть, отсюда дофинишь 5 километров. Ну-ка давай, говорит, иди обратно. А сам сел в машину, говорит, водителю, гони. Подъезжает к финишу, а там Иван на скамейке отдыхает. Генерал говорит, как ты уже здесь? Ваня встал по стойке смирно, говорит, здесь, товарищ генерал. Генерал говорит, прибежал. Ваня говорит, уже давно. Генерал спрашивает водителя, я на смошедшего похож. Шофер говорит, нет, но если прикажете, могу сказать, что вы контужены. Ну, генерал спрашивает, Иван, а сейчас ты куда? Иван говорит, в казарму. Генерал сел в машину, говорит, водителю, гони. Подъезжает к казарму, а века раз Василий подходит, не торопясь. Походка называется Дембельская. Чем медленнее ходишь, тем быстрее служба идет. А генерал, наоборот, весь красный, будто он кросс бежал. Говорит, как тебе удается так передвигаться? Василий говорит, да куда спеши, ездить до обеда еще полчаса. Генерал говорит, а если пять минут? Василий говорит, ну тогда я бы, конечно, спешил. У генерала голова закружилась. Зашел он в санчасть, дайте-ка еще что-нибудь от головокружения. Я спрашиваю, в какую сторону голова кружится? Он говорит, в правую. Ему говорит, тогда спирт. Он говорит, а если в левую? Ему говорит, тогда тоже спирт. Он спрашивает, почему? Ему говорит, потому что у нас больше ничего не осталось. Но если еще помедлите, то и этого не будет. Но генерал не помедлил. Выходит из санчастья, а братья у казармы стоят. Генерал думает, все в глазах двоится. Смотрит на свои ноги точно две. Говорит водителю, гони домой, мне отдохнуть надо. Отдохнула, а утром позвонил полковнику. Говорит, я обещал рядового Ирена в отпуск отправить. Полковник говорит, которого? У меня их два, его близнецы. Ну и генерал подумал, говорит, отправить обоих. Но не в отпуск, а на ГОП-вахту. Демократия, демократия. А я ни разу не видел, чтобы кто-то в метро Конституции читал. Я три раза заглядывал. Один раз видел детектив, второй раз кроссворд, третий раз искрит, потому что мне в глаз дали. Демократия. К вечеру номер своей квартиры уже не помню. Помню только, что на лифте надо ехать. В прошлый раз какой-то парень входит, говорит, ваш билет. Я говорю, в лифте билет не берут. Он говорит, в лифте не берут, а это электричка. А я еще думаю, что это я еду не вверх, а в длину. Демократия. Вышел вечером на улицу, смотрю на небо, звезда падает. Хотел загадать желание, а это окурок. И прямо мне зашиворот. Я говорю, мальчишки, достань. А у меня осталось, чтобы зашиворот в карман полез. И что обидно, я думал, там пусто, а он 100 рублей нашел. Демократия. Нищая старуха стоит прямо в отделении милиции. Я говорю, почему так близко? Она говорит, чтобы деньги далеко не относить. Я говорю, такая-то твоя крыша. Бабка, ты это фундамент. А крыша петь косой. Я говорю, бандит. Бабка, ведь сам ты бандит, а он помочь им депутата. Демократия. В Москве конную милицию ввели. Я говорю, жене, это потому что с лошадью договориться легче. Жена говорит, дурак, это потому что лошадь не пьет. Я говорю, ну и что, я тоже два дня не пью, но я же не лошадь. Жена говорит, ты осел. Я говорю, о чем за свадьбу говорила, орел. Она говорит, я буквы Р с буквы С перепутала. Демократия. По телевизору каждые пять минут показывают, как пиво пьют. Ты покажи, куда потом бежать. А то вместо одного общественного туалета сделали ресторан, вместо другого магазин. А на месте третьего памятник Чехову поставили. У которого вид такой, будто он сюда спешил по нужде и не успел. Демократия. Министр культуры в телеведущего превратился. Лужков новый улей изобрел. А главный гаичник сам на улицу с жезлом выходит, но ему никто не дает, потому что не знает, сколько надо давать. Демократия. Старушку через дорогу переводил, а кто-то сфотографировал и моей жене показал. Смотри, с кем она от тебя гуляет. Я еле живой остался. Демократия. Демократия. Один мужик получает денег за то, что объявления расклеивает, другой за то, что их срывает. Я устроил сразу на обе работы. Клеил и срывал. На третий день кто-то заложил, и теперь я могу клеить только носом, а срывать зубами. Демократия. Позвонили по телефону и говорят, на ваш номер выпал приз, приезжайте. Я поехал, никакого приза нет. А пока ездил, мою квартиру сдали иностранцам и деньги взяли за три года вперед. Демократия. Иисус сказал, легче верблюду пройти в игольные ушки, чем богатому попасть в рай. Значит, у богатых только два выхода. Или вывести породу верблюда величиной с блохой, или поделиться с народом. Одно у нас завоевание демократии, выборы. Ну, когда мы идем выбирать, старушка с первого этажа глухая, я с похмелья, и сосед наркоман. Мне почему-то кажется, какая была у нас демократия. Такая и будет.